Новый котик. Каждый раз хвостик ставит перед волонтером все новые задачи. Новости домашнего мини-приюта 9 жизни. Еще в понедельник была поездка в битклинику с котиком черно-белым, с рынка. Пока что он до сих пор без клички. Чтобы снять бинт с задней лапы, волонтеру пришлось его ввести в клинику. Самостоятельно в его случае сделать это просто невозможно было. Кот очень агрессивен касаемо каких-либо манипуляций. Далее сказано врачом, нужно просто ждать, когда затянутся раны и срастется перелом на передние лапки. Напомним, что кот находится на передержке в пустой квартире. Возможность посещения раз в день в силу личных обстоятельств волонтера. На сегодняшний день волонтера смутило то, что он к еде даже не подошел. Визуально он как-то даже плохо выглядел. Ковыляя прошел к выходным дверям и усердно просился на волю. Если завтра еда будет на месте, котика нужно ввести на анализ крови, что в принципе Влада и планировала ранее. Не хочется думать, что он чем-то болен. Возможно, просто устал сидеть в одиночестве. В день поездки волонтер смогла оплатить долг за бусю и персика на полторы тысячи рублей. Также всего 200 с нас взял врач за предыдущие манипуляции по котику из данного поста. И услуга такси 190 рублей. Общий расход 1890 рублей. Хочу поблагодарить каждого, кто участвует в жизнедеятельности при людских котиках. Огромное, бесконечное спасибо вам за поддержку, говорит волонтер. Огромное, бесконечное спасибо вам за просмотр!